Приветствую вас, знаете, вот, я согласен с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем в том, что вы демонстрируете, к сожалению, признаки создавительности. Вот, это правда, вот, и поскольку это правда, поскольку вы действительно демонстрируете признаки создавительности, то есть основания полагать, что вам человек, ну вот, с которым вы взаимодействуете сейчас, вам этот человек для чего-то нужен, то есть вот, ну, вы нуждаетесь в нем сильнее, чем в норме есть. Вот, и это нужно исследовать, то есть нужно исследовать, почему вы в нем так нуждаетесь. То есть вы, несмотря на то, что предъявляете ему, к примеру, претензии, да, несмотря на то, что вы предъявляете ему претензии по поводу того, что он играет, вы все равно до сих пор с ним. Вот, вы все равно до сих пор с ним, и у этого, у того, что вы с ним, на мой взгляд, есть причины, и причины самые важные и очевидные. Ну, то есть насколько очевидны, это, конечно, не известно, насколько очевидны, но то, что они важны, это факт. Очень важные причины, по которым видят спорт с этим человеком, вот. И, несмотря на то, что он действительно может проиграть, не только квартиру, квартиру, а если это, если это его квартира, то это, ладно, это еще полбеды, полбеды, вот. Но, если он проиграет, ваше что-то, он может это сделать, он что-то неуправляемый человек, вот. Это будет, конечно, гораздо хуже, вот. Ну, и, в общем-то, по сути дела, это заключается в том, что вы явно нуждаетесь в нем, вот. И явно вы хотите в нем, несмотря ни на что, все равно с ним быть, к примеру. Вот это и есть, по сути, свою зависимость, когда вы хотите кого-то спасти, потому что вы наблюдаетесь в нем, ну вот, в человеке. И здесь очень хорошо было бы вам почитать книгу Валентина Масхаленко «Созависимая семейная болезнь». Там, там, описывается не только, значит, там вообще, вначале, там описывается проблема алкоголизма, вот, как такового, вот. Но, подходит это и под игроманию, вот, Капарейс, Садат, Садат, Ваш Молодой Человек, вот. Подходит это и под всякие другие мании и Голию. Вот. Так что книгу Валентина Масхаленко вы можете почитать. Там есть, кстати, набор упражнений, которые могут вам быть неожиданно полезными, вот. Неожиданно могут вам они оказаться очень нужными, потому как, как раз, для тех, кто оказался в вашей ситуации. Вот. Ну, в целом, в целом, это позиция жертвенница, самооценка, страх одиночества. То есть, всё вот такого, всё такого типа. И работать, соответственно, нужно вам именно с собой. То есть, понимаете, какая история? Игроман играет. Именно потому, что вы ведёте себя так. Как это не парадоксально звучит. Вот. Но это так. Если вы перестанете вести себя так, как ведёте себя сейчас, то и игроман. Вы перестанете вести себя так, как он ведёт себя сейчас. Ибо выбора, по сути, выбора у него не будет. Хорошо. Ну, откуда у него могут выбор, да, если, к примеру, вы перестанете его спасать, а вы перестанете ему помогать, если вы дадите ему понять, что на вас он полагаться больше не может. Ну и так далее. Хорошо. То есть, всё вот это, необходимо учитывать. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать. О том всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите. В личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Продолжение следует...